Я думаю, что сама война, конечно, уже идет, это никакая не спецоперация, это война, а вот что касается объявления войны и мобилизации, действительно, целый ряд источников сейчас сообщает о том, что 9 мая действительно могут необычным образом развиваться события, и Владимир Путин имеет шанс использовать вот это военное настроение и парад для мобилизации, объявления всеобщей мобилизации. Но мы сегодня с самого утра, получив эти известия, провели опросы у себя на ГУЛАГу нет и в Телеграме, и в Ютубе, я могу сказать, что проголосовало несколько десятков тысяч человек, и более 90% высказывается против мобилизации, и они отвечают о том, что они не готовы брать в руки оружие и идти воевать с Украиной. Поэтому, если Владимир Путин примет подобное решение, я просто уверен, что большая часть людей это не поддержит и будет максимально саботировать эту так называемую мобилизацию и каких-то серьезных настроений внутри России по поводу войны против Украины. Нет. Конечно, пропаганда старается внушить, что якобы большинство людей поддерживает эту вероломную войну, но это не так. Вот сегодняшний опрос это наглядно показали. Ну да, действительно, одно дело пропаганда, другое дело ехать в Украину и там погибать. Все же прекрасно понимают, что там может ожидать их, тем более после поставок всех вооружений из западных стран, которые также анонсируются достаточно активно. Владимир, такой момент. Может ли, если все-таки Путин пойдет на этот шаг, это быть каким-то не только таким саботированием этой мобилизации, но и чем-то более драматичным для него самого, когда просто начнутся какие-то бунты и протесты, как вы думаете? Я внимательно в течение дня наблюдал реакцию наших подписчиков и зрителей, их комментарии. Очень много комментариев по поводу того, что дайте мне автомат, я знаю, что с ним делать, и никуда мы не пойдем, мы будем освобождать Кремль от мафии, от олигархов. То есть, по большому счету, уже внутри и на низовом уровне среди тех, кого могут призывать, есть огромное количество людей, которые понимают прекрасно, что какими-то прогулками по Москве и какими-то мирными акциями протеста ситуацию не изменить, ситуация только ухудшается, идет катастрофа, и протесты радикализируются. И обратная сторона медали – это настроение внутри армии. Буквально сегодня у меня был часовой разговор с одним из генералов Министерства обороны. Мы пока не будем разглашать данные, подробности об этом человеке, я думаю, что в течение недель или максимум полутора-двух месяцев он сам о себе расскажет и покажет. Но это тот человек, которого Шойгу награждал, с кем есть совместные фотографии. То есть, человек из первого круга лиц руководящего состава вооруженных сил российской армии. И вот он сегодня очень долго и подробно объяснял позицию. Очень много внутри армии профессиональных военных, возрастных, тех, которые действительно проходили службу и, в отличие от команды Шойгу, действительно являются настоящими военными. Так вот, настоящие военные считают эту войну катастрофой, гигантской ошибкой. В первую очередь, провалом самого их главнокомандующего, вот этого диктатора Владимира Путина, который довел ситуацию до войны. И еще раз, как бы сейчас это ни звучало странно для людей, которые сейчас наблюдают за происходящим, но на самом деле внутри самой армии есть четкое понимание, очень у многих, что это война, это катастрофа, это ошибка, ее нужно прекращать. Владимир, я хотела бы спросить вас про разные странные ситуации в приграничных областях, в России, в гранических с Украиной. То мост взорвется, то еще что-то произойдет. Есть ли у вас какая-то информация о том, кто совершает вот эти... Как появляются эти ситуации? Не является ли это диверсией каких-нибудь российских, скажем, партизанских отрядов? Тем более, что ни дня без какого-то пожара, не только, в общем-то, в приграничных регионах, то в Перми тоже горело военное предприятие, то также на Сахалине мы знаем о станции, которая также загорелась. И это регулярно в последнее время, но работая в новостях, мы же понимаем, что такого количества пожаров в России не было никогда до этого. Ну, это действительно целая серия так называемых хлопков, взрывов, пожаров, то, что сейчас происходит, и у этого есть несколько причин. Первое, это, конечно, внутри протеста радикализируется, и очень много людей сочувствует Украине, и так или иначе помогает подрывать обороноспособность, вернее, не обороноспособность, а нападающую способность российской армии. То есть подрываются те мосты, по которым вооружение идет в сторону Украины. И здесь речь не только про то, что это могут быть какие-то группы украинцев, которые проникают на территорию России. Внутри России есть люди, которые готовы делать все возможное, чтобы останавливать вот эти железнодорожные составы с военной техникой и останавливать российскую армию, не давать им заходить на территорию России. Но в то же самое время вот эту историю активно сейчас используют и высокопоставленные коррупционеры, которые устраивают в буквальном смысле очень серьезные поджоги. Мы знаем, что вот около недели назад произошел очень крупный пожар, там больше 20 человек погибло в военном НИИ, где уничтожено огромное количество документации и скрытые масштабные хищения. И очень много, что сейчас можно списать на этот пожар. Еще целый ряд пожаров возникают в военных частях, на складах. И есть основания полагать, что части этих пожаров были организованы теми, что причастны именно к хищениям. И подозрительным образом пожары случаются там, где запланированы в этом году ревизии и где могут быть раскрыты многомиллионные хищения и коррупционные схемы.